На самом деле, это попытка описать йогу, но на языке науки это называют квантовой запутанностью. Мы бы не назвали это запутанностью. Это квантовая связь. Намаскарам, Садгуру! Вы говорили о том, что у воды есть память. Другие элементы, например, огонь, также обладают памятью. Вам нужно развить свое представление о том, что такое память. До недавнего времени считалось, что память — это только то, что вы помните. Но сегодня слово «память» скорее применимо к технологиям. Вы чаще используете слово «память» в отношении своих гаджетов, чем в отношении себя. Представление о памяти изменилось. Теперь у вещей есть память. Сто лет назад никто не мог и представить, что такое возможно. Не так ли? Память может быть только у живых существ. Как у вещей может быть память? Но сегодня у вещей есть память обширнее, чем у вас. Лучше, чем у вас. Это огромный сдвиг в том, как люди понимают память. Теперь мы говорим, что у воды есть память. Но зачем разделять вода, огонь, земля, одно, другое? Давайте пойдем немного дальше. Сегодня применяется очень негативный термин. На самом деле это попытка описать йогу. Но на языке науки это называют квантовой запутанностью. Квантовая запутанность означает, что здесь у нас одна субатомная частица, а где-то в миллионе световых лет отсюда другая. Вы даже не можете представить, насколько это далеко. Но эти две частицы связаны. Ученые не могут найти этому объяснение. Слово «йога» означает именно это. Мы бы не назвали это запутанностью. Это квантовая связь. Во Вселенной или в творении, в космосе все взаимосвязано. Это происходит сейчас во всей Вселенной. Это не значит, что вот этот звук достигнет пределов космоса. Нет. Но есть взаимосвязь. Ничто не происходит обособленно. Если вам откроется единство происходящего, то внезапно вы обретете определенное мастерство над вещами. В йоге мы называем это прагна. Скорость прагны больше скорости света, потому что она не перемещается. Она повсюду. Я говорю об этой сущности. Она не может перемещаться. Она повсюду. Поэтому ей не нужно куда-то перемещаться. Вы можете назвать это божественным, богом, существованием, прагной. Или можете назвать это квантом. Но по сути, поскольку это повсюду, если что-то происходит, это происходит везде. Оно не перемещается отсюда туда, а оттуда куда-то еще. Нет. Оно везде. Поэтому ему не нужно перемещаться. Это и есть существование. Когда некуда идти, потому что все здесь. Все здесь. Для того, кто открыт и готов, все здесь. Для тех, кто перебирает по частям, переходит от одного к второму, от второго к третьему. Это вежливая формулировка. Вообще, я называю это запором. Когда жизнь происходит по частям, это проблема. Потому что на сколько частей вы хотите разбить эту жизнь? Потому что природа жизни такова, что если разбить ее на миллиард частей, картина не будет полной. Потому что все здесь, а не в первой, второй, третьей части. Если у воды есть память, есть ли память и у камня тоже? Конечно. У воздуха есть память? Конечно. Это звучит странно, потому что как у воздуха может быть память? Что ж, сегодня все вы пользуетесь телефонами. Они беспроводные. Сигнал распространяется в атмосфере, не так ли? Память перемещается по воздуху. Так есть ли память у воздуха? Вам даже не нужно задавать мне этот вопрос, потому что все вы пользуетесь устройствами. Но все это по-прежнему примитивно по сравнению с тем, что представляет из себя космос. Это не значит, что нечто перемещается из одной точки в другую. Перемещаться некуда. Потому что между тем, что вы называете «везде» и «негде», нет разницы. Где-то не существует. Есть везде и есть нигде. Где-то — это иллюзия, но сейчас «где-то» — это единственная реальность, которая у вас есть. Везде и нигде, по вашему опыту, это иллюзия. «Везде». Не так ли? Где-то — это реальность. «Я» — где-то, или «я» — везде. Все дело в этом. Везде и нигде — это реальность. Где-то — это иллюзия. Сейчас вы являетесь кем-то. И не сегодня. Через сто лет все вы. Я чуть раньше, а все вы через сто лет. Если всех вас тут похоронят, не будет кого-то. Будет только один сад. Да? Да или нет? Не существует вашего тела и моего тела. Есть только тело Земли. Разница только в том, осознаете ли вы это сейчас или поймете только, когда это произойдет. Это касается не только Земли, но и всего творения. Вы либо едины с ним, либо нет. Это не воображение. Я буду думать, что я одно целое с космосом. Так вы садите с ума. Но именно так оно и есть. Когда вы проживаете это через свой опыт, это потрясающе. Когда вы проживаете это психологически, вы все упускаете. Если на уровне психики вы думаете «я везде», это серьезный диагноз. Психологически, физиологически вы находитесь где-то. Но фундаментальная реальность такова. Так что весь этот процесс разделения на части. У воды есть память, это мы принимаем. Но есть ли память у воздуха? Есть ли память у огня? Это все равно, что смотреть на жизнь сквозь замочную скважину. Если вы и дальше будете продолжать смотреть на жизнь таким образом, даже если вы будете жить миллиард лет, вы все равно познаете лишь ее крошечную часть. «Ничего страшного, но это самый неэффективный способ существования. Потому что мы заинтересованы в применении, а не в знании. Как я могу это использовать? Мы движимы потребностями. Все научные исследования сейчас управляются потребностями. Как это использовать? Что мы можем сделать? Можно ли создать новый тип оружия, которым я могу просто сжечь вас, не тратя ни одной пули? Мы проводим такие эксперименты. Да. Уже придумали бомбы. Сейчас придумали бомбы, которые при взрыве оставляют здания целыми. Погибают только люди. Да. Такая бомба воздействует излучением. Она только убивает людей. Здания остаются нетронутыми. Я думаю, это хорошо. Если вы хотите покорить другую страну, люди мертвы, а инфраструктура цела. Разве это не прекрасный способ? Нами движут потребности. Вот в чем проблема. Все, что мы узнаем, мы начинаем использовать все более и более изощренно. Когда вы движимы потребностями, нужно понимать, что осознанно или неосознанно вы приносите разрушения. Что плохого в том, что мы движимы потребностями? Ничего плохого, если бы вы были любым другим существом. Ничего плохого, если бы вы были кузнечиком. Потому что существами движут потребности. Но когда вы достигаете такого уровня мозговой деятельности, такого уровня способностей, и при этом вы движимы потребностями, единственное, к чему мы придем, это разрушение. Других вариантов просто нет. Когда общество или отдельные люди руководствуются потребностями, они не понимают, что приносит невероятно много разрушений. Потому что потребность — это не путь, который где-то кончается. Это бесконечность. Существование не является таким. Пункт назначения прямо здесь. Вам не нужно куда-то идти. Пункт назначения прямо здесь. Он не где-то в световых годах отсюда. Когда существует связанность между субатомными частицами, одна субатомная частица, у которой даже нет мозга, связана с другой в миллионе святовых лет от нее, то с таким большим мозгом вы должны быть в состоянии найти связь. Не так ли? Совсем во Вселенной. Это называется йога. Йога значит единство. Единство означает, что вы связаны со всем творением. Делать ничего не нужно, потому что у вас уже есть все. И вы здесь. Просто научитесь пользоваться тем, что у вас есть, не нанося себе вреда. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok